Идя! О-о-о-о! На такой формат очень тяжелый. Взяты не менее живучие саппортные вибробатареи, у них также седьмой ТАФНУС, тоже неприятно. Два серпента без закачки, только скатер-вазер. Ну, потому что две купцы и серпенты — это наше все. Также на маленький формат взят Ультран. Он довольно дорогой, но вот решил попробовать его. И на остаточек пять пауков. Тоже очень классно. Так, а мы с Саим, нашим бастионом, с другим бастионом. Это пушки, и здесь два пятна культистов держат релей. Все остальное в резерве. Эльдары никогда не были приятным противником, а сейчас они и того жестче. Конечно, два серпента — это не четыре серпента. Браснайт — это не какой-нибудь Риптайт. Но, тем не менее, нам будет очень больно. Эльдары перехватили ход, высадили свою трупцу, зашли за реликом, взяли его. Пауки тут выходили, побежали, полетали в Ассалфазу. Это отлетело чуть-чуть. Стрельба отсюда в наш бастион — ничего. Стрельба отсюда в бастион — ничего. Разбирая полеты после турнира, вместе с друзьями я пришел к следующему заключению. Судите сами. Между сторонами 12 дюймов. Релик лежит ровно посередине. То есть от любой стороны до него 12 дюймов. Серпент пролетает на шесть. После этого разворачивается с жопой и высаживает пацанов в дифтерейн. Спирит кидает четыре на дифтерейн-тесте, ставит модель рядом с выходом из серпента, двигает ее на четыре и оказывается рядом с реликом. Обычная геометрия говорит нам о том, что это абсолютно невозможно, и спирит где-то начитил. Либо поставил релик поближе, либо поставил своих пацанов поближе, либо пролетел и вышел не так. Но в тот момент я как-то об этом не задумался, дал оппоненту это сделать и, похоже, этим дал партию. Спирит перехватывает ход, забирает релик, и вместо того, чтобы у меня было два хода стрельбы, в том числе с огнеметами от драконов, сейчас он сядет обратно, улетит, и я буду выковыривать сначала его из серпента, потом отбирать релик. Это очень сложно. Мы автопушками три попали раза, всего лишь один раз пробили все-таки. Сюда хэви-болтер автоматическому режиму попал, но ничего не пробил. Единственный наш шанс не дать увести релик, это подбить серпент. Но его поставили так, что к нам смотрит его боковая арка. Из восьми автопушек восьми выстрелов попадают три, один пробивает, но и тот откинут за кавер. Зато хэви-болтер на пять плюс три раза попадает в Роснайта. Толку от этого, правда, ноль. Эльдары забрали релик, сели в транспорт, отлетели. Пуки тоже туда убрались. Эти стреляли, этот стрелял. Один только этот самый Глэнс. Парень откинул армор. Все. Итак, о релике пока можно забыть. Нужно сейчас всеми выпасть и убить в Роснайта. Потому что у него десятая сила у пушек, он истит наших облей. Так что главная задача его завалить. У нас вышли все резервы, мы хотели убить этого парня. Два вектор страйка минус две раны. Психик Шрейк, плазма, две плазмы. Остался в трех с автопушек и хэви-болтера, осталось две. Вот. Огнемет один ничего, второй снял кулпоинт и убил одного паука. Не удалось. А значит, сейчас нас будут убивать. Роснайт, свои десятые силы, и два серпента ураганным огнем. Наши две пачки облитераторов скорее всего сдуют. Ну или он разделит стрельбу и избавится от драконов. Хотя они сейчас его не парят, так что я ставлю на облей. Эльдары кучу стрельбы влили в моих облей. Один всего лишь армор не прокинут. Куча, ну там четыре где-то инвуля, кучу арморов все-таки дали, смогли. Прослорд, Кнайт, сначала стой убил бедного мага, тот с лукаут не прокинул. А потом на хаммеров Раф убил инстой моего облитератора. Вот. Остальные больше ни по кому не стреляли. Да-да, облитератор убит хаммеров раз, десятая сила, не прокинул я второй армор. Не поверил, что десятая сила полез в кодекс, действительно десятая. Но у нас выставила пачка облитераторов. Чудом. Реально чудом. Четыре или три юля, куча арморов там с этих спалей, все смогли. Вот. Но, к сожалению, мы опаздываем. Если бы в прошлом ходу умер Эвроснайт, сейчас бы мы пошли бить эти серпенты. Но он не умер, нам его надо добивать, а серпенты бить просто некогда. Мы, два дракона ушли, и вектор страйки сюда не пробили ни разу. Две спаренные мельты, одна попала, не пробила. Отсюда автопушки и хэви болтер, все-таки две раны сняли, он умер. Два вектор страйка, ничего абсолютно. Раз Найт умер, да и то чудом. Спаренные мельты, и она попала, и то не пробила. Слава Богу, как-то от автопушек он там не прокинул третий армор и скопутился. Полный дизлак по кубам. Что делать? Эльдары, опять наши облитераторы впитали кучу стрельбы, но, к сожалению, как раз на последних, на последней стрельбе откинулись. Три копейки окинул, пацаны ушли. В общем, сидят, ждут выхода наших драконов. Почти вытянули облитераторы, но все-таки лопнули, и теперь наши шансы стремятся к нулю. Драконы вышли. Двумя вектор страйками убрали авенжеров. Два огнемета. Здесь только одну модель смогли убрать, к сожалению. И здесь тоже только одну модель смогли убрать. Спотухли softblaze, никто не отступает. Сюда full point сняли с автопушек. Пятый ход. Включилась ночь. Я удивлен. Спирит не смог убить дракона. Посмотрю, что он скидает четыре выстрела с катерлайзера, все попал. Вот. Все равно мы как-то смогли откидать с два и нуля, и остались в одном full point. Ну и чтоб совсем меня унизить, на пятый ход включается ночь. Мои автопушки теперь никуда не достают, и выбить релик не представляется возможным. Наш пятый, повторяем опять два вектор страйка. Первый вектор страйк вот так вот результаты, второй вектор страйк вот так вот. Красиво, но толку никакого. Автопушки отсюда в этих залегли, все-таки дали. Шестой ход, серпенты развернулись в попу. Вот этот нажарил дракона. Все. Все. Мы вылетели, вектор страйками убрали одного, автопушками дожали. Огнемет в попу, ничего, все. Все. Какие ключевые моменты партии? Первое. Перехват хода. Вместо двух ходов стрельбы с огнеметами я получил один без. Второе. Релик, лежащий в 12 дюймах, был взят отрядом, прошедшим на 11 дюймов. Третье. Слишком долго умиравший в Расснайт. Умер бы он пораньше, нам бы хватило и времени, и сил на серпенты. По очкам мы набили примерно одинаково, так что при других обстоятельствах эту партию можно было даже выиграть. Ну а так 6-14 в пользу спирита и мы переходим к третьей партии. КОНЕЦ